Всем привет! Рада вас видеть на своем канале! И сегодня мой мастер-класс по изготовлению вот такой вот бабочки из лепестков канзаши. Для того, чтобы сделать такую бабочку, нам понадобятся два цвета ленточки. В этот раз я возьму красную и зеленую. Ширина ленты 5 см. Берем ленточку и нам нужно сделать 24 квадратика. Вот так вот заворачиваем уголком, чтобы образовался ровный квадратик. И отрезаем ровно вот так вот этот уголочек. У нас получается квадратик. Таких квадратиков нам нужно 24 штучки на бабочку всего. И зеленых квадратиков нам понадобится всего два. Вот так. В итоге у нас получается 24 красных и два зеленых. Из этих кусочков ленточки у нас получится вот такая бабочка. Две зеленых и две красных нам понадобятся для туловища нашей бабочки. Мы их отложим пока и сделаем его уже в конце. Сейчас мы сделаем крылышки бабочки. А точнее мы сейчас начнем из обычных вот таких вот лепесточков канзаши. Обпаливаем края наших квадратиков. Чтобы ленточка не расползалась. И начинаем делать лепесточек. Делать лепесточек очень просто. Складываем уголком ровно. Вот так вот наш квадратик. Затем еще раз пополам его. И затем еще раз. И у нас получается вот такой вот лепесточек. И нам нужно вот тут внизу. Отрезать уголок. И припалить его, закрепив. Вот так вот мы его подпаливаем. И пальчиками крепим. Лента оплавляется. И у нас уголочек, видим, закрепился. И нижнюю часть вот эту вот нам нужно тоже отрезать. Вот так вот уголочек ровный. Внизу вот этот вот маленький мы отрезаем. Вот так вот. И вот эту нижнюю часть нам тоже нужно вот так вот закрепить. Только дырочку нам нужно оставить. Поэтому мы держим пальчиком. И припаливаем вниз. И у нас низ готов. Вот у нас первый лепесточек уже готов. Берем и продолжаем так. С каждым квадратиком красной ленточки. Складываем. Один раз. Пару раз. Третий раз. Уголочек нижний отрезаем. Закрепим его. Для удобства можно использовать свечку. Но если честно, я сейчас... Мне удобнее с зажигалкой, потому что я могу регулировать, куда мне нужно направить огонь. И так я обсечку очень много раз опаливала полностью лепесток. Было не очень удобно. Теперь низ отрезаем. И опаливаем вниз. Оставив дырочку. И вот второй лепесточек у нас тоже готов. Видимо, не получаются вот такие вот. Симпатичные. Это и простой лепесточек канзаж. Продолжаем так с остальной ленточкой. У нас должно получиться 22 вот таких лепесточка для наших крылышек. Вот и все. 22 лепестка для нашей бабочки. Для ее крылышек готовы. Теперь приступим к туловищу. Как видим, туловище у нас двухцветное. Это двойной лепесточек. Мы для начала скручиваем. Красный цвет. Вот таким треугольничком. Двойным. И потом так же скручиваем зеленый. Вот. Ложим зеленый на красный. И сворачиваем. Как и обычные лепестки те же. Вот так. У нас получается зеленый изнутри. Также отрезаем кончик. Склеиваем с помощью зажигалки. И вот так, чтобы держался хорошо. Так как он большой у нас. Вот наш лепесточек. И низ также отрезаем. Вот так вот. Преугольничком. Отрезаем внизу. И оплавляем. Оставляем дырочку. Вот такой у нас получился один лепесточек. А второй мы делаем чуть меньше. Также складываем для начала красный. Затем зеленый. Поверх красного ложим зеленый. Преугольничек. Складываем их в лепесточек. И отрезаем кончик только больше. Для того, чтобы верхняя. Вот как здесь видим. Лепесточек был. Как бы голова нашей бабочки. Была чуть меньше, чем нижняя часть. Вот так вот мы отрезаем больше, чем обычно. Если у вас есть такие же цвета. В маленьких ленточках. Можно использовать ленточку поменьше. Но это не обязательно. Видим, как и так мы просто можем справиться. Отрезать чуть больше. У нас получится лепесточек чуть меньше. Так же все делаем. Соединяем. Лежу хорошенько. Отрезаем нижнюю часть. И так же оплавляем. Оставим дырочку. Вот так. Все, наше туловище готово. Оно будет вот так вот склеиваться. И сейчас мы уберем наш рабочий стол и приступим к склеиванию. Для того, чтобы склеить нашу бабочку, я буду использовать термопистолет. И начнем с туловища. Стуловище мы склеим просто нанеся клей на кончик нашего лепесточка. И вот так вот его соединим вместе с другим лепестком. Хорошенько склеим, подержим, чтобы застыл клей. И можем приступать дальше. Теперь приступим к крылышкам. Берем два лепестка и третий. Вот так вот их сложим и начинаем склеивать. Берем сначала два лепесточка. Их нам нужно вместе склеить. Вот так. И вот так вот их хорошенько проклеиваем. Хорошо здесь поможет пинцет. Но можно и так справиться. Теперь этот лепесточек нам нужно с двух сторон на него нанести клей. И приклеить его между этими двумя. Чуть-чуть их раздвинем. Вот так вот. Приклеим между ними еще один. Вот видим, что одно крылышко у нас уже готово. Давайте еще одно такое же сделаем. Возьмем три лепесточка. Два соединяем вместе. А третий между ними вот так вот наносим клей. И между ними приклеиваем. Вот и готово второе крылышко. Это будут у нас нижнюю часть крылышек. Вот такие вот нижние два крылышка. Теперь давайте приступим к верхним крылышкам нашей бабочки. Берем так же три, три и делаем такую же систему. Два соединяем. Два соединяем между ними третий. Вот так. И еще одно. Точно такое же. И видим, что у нас помимо двух нижних крылышек, есть еще одинаковые такие же. Точно два крыла. Но они будут соединяться еще с одной частью. Сейчас мы сделаем опять же такую же схемку. Вот берем опять соединяем. Соединяем два крылышка. Так, клея везде уже. Соединили между ними. Так же третий лепесточек. Но здесь уже мы продолжим наше крылышко. И нам нужно еще по бокам добавить по одному лепестку. Вот у нас есть тройное, тройной лепесточек. И вот тут мы сюда же добавляем. Один и второй. С другой стороны. Вот у нас получается вот такое крылышко. И сзади этого крылышка мы добавим вот этот вот. Вот это вот маленькое тройное. И вот сюда мы его приклеиваем. И у нас получается такое вот удлиненное верхнее крыло. Такое же нам надо сделать и еще одно. Вот у нас есть верхняя часть. И делаем еще такую же схемку. Вот так вот. Склеиваем два крылышка. Точнее лепесточка. Между ним еще один. Так вот добавляем. И между вот этими вот добавляем еще по одному. Один и второй. Вот и все. Сзади подклеим ему вот этот кусочек. И у нас готова еще одно второе верхнее крылышко. Теперь нам нужно только соединить все части нашей бабочки. Берем для начала верхнее крылышко. Наносим клей. И приклеиваем. Поддержим немножко, чтобы хорошенько все зафиксировать. Нам осталось только украсить нашу бабочку. Каким-нибудь либо стразиками, как здесь. Либо я украшу вот сейчас бусинками. Большую посерединке. И по краям маленькими. Так. Берем клей. Наносим посрединочки. Цепляем бусинку сюда. Наша бабочка почти украшена. Делаем то же самое с маленькими. Украшаем, где вам нравится. Ну вот и все. Такая вот бабочка у нас получилась. Видим, делается очень просто, очень быстро, я бы сказала. И необычно. Такими бабочками можно украсить. Либо ободок, либо резиночку, либо заколочку, если сделать поменьше размером бабочку. И также можно, хорошая идея, подцепить ее на магнитик. И использовать как магнитик для холодильника. Тоже неплохо будет смотреться. Очень интересно. И хороший подарок, сувенир. Родным, близким. На какой-нибудь праздник. Вот. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на моем канале. И делайте такие вот украшения вместе с нами.